Что сделала Меган Маркл? Почему ее опять все осуждают, критикуют и так далее? Как она могла там появиться, пишут мировые таблоиды. Как она могла так поступить с принцем Гарри? И опять же, критика льется рекой. Кто-нибудь удивлен? Нет. Но Меган Маркл продолжает гнуть свою политику. Ей не имется. Она хочет избавиться от одного момента, но никак не получается. Интересно, почему? Мне кажется, только потому, что она все неправильно делает. Невдомек ей, что так делать нельзя. Что произошло, скажете вы? 26 мая Меган Маркл одна, забыв своего игрушечного британского принца дома, но скорее всего не забыв, а замкнув его под замок, явилась в Техас. Она надела кепочку, надела джинсы, белую рубашку, но не забыла украшения от Леди Дианы. Так вот, она приехала в Техас, чтобы посочувствовать, чтобы возложить цветы в том самом городе, где произошла эта трагедия, в городе Увальде. Как вы знаете, трагедия, произошедшая в школе в Техасе, потрясла абсолютно весь мир. И многие политики не приехали и не появились именно в этом городе, и не возложили цветы. Ну а Меган Маркл всех опередила, и казалось бы, это похвально. Ничего плохого на самом деле она не сделала, кроме того, что появилась одна и привлекла внимание только к себе. Делать свою политическую карьеру, политический шаг, избавившись от принца Гарри. Зачем он ей сейчас? Все внимание должно быть сосредоточено на ней, на гельцогине Сасекской. А вот принц, он, видите ли, не захотел там присутствовать. У него другие важные дела. Какие, интересно? Скорее всего, никакие. Но давайте перейдем к тому, что происходило в Техасе. Представитель семейства Сасекских заявил, что Меган прилетела в Техас для того, чтобы возложить цветы к мемориалу. Ну это понятно. Кроме того, она прилетела туда как мать двоих детей, которая понимает, что испытывают те самые семьи, которые в результате этой трагедии потеряли детей. Но здесь есть один момент. Получается, что она приехала туда как мать, а принц Гарри туда приехать как отец не мог. Или он не отец этих двоих детей? Вам не кажется это странным? Учитывая то, как принц Гарри себя позиционирует, то, что он хочет, скажем так, продолжать дело своей матери, принцессы Дианы, это очень и очень странный поступок. Я уверена, вот сейчас это лично мое мнение, которое поддерживает большинство общества, это то, что ему не разрешили там присутствовать. И здесь Меган Маркл еще раз показала, кто в доме хозяин. И если честно, это отвратительно. Просто отвратительно. Всем огромный привет! Добрый вечер! Вы смотрите канал Дочи Ньюс. Ко мне пришел Тема, он сел в кресло. Видимо, хочет сниматься, поэтому сегодня я буду приветствовать вас вместе с Темой. Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо. Пожалуйста, пишите комментарии по теме ролика. И если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь. А еще есть ссылки на наш канал Amore Royal. Они находятся под этим видео. Если вам интересно, переходите. Ну и приятного просмотра. Я продолжаю свой рассказ. Темочка, пожелай приятного просмотра. Будешь... И вот тут Карина развлекает. Вот он. Отвлекается. Не хочет в камеру смотреть. Не обижайтесь. Вот такой он у нас капризюля. Ты капризюля, Бока. Ну, какой ты насупленный, злой. Было бы гораздо лучше, если бы они приехали туда вдвоем. Парой. Если бы они помогли этим семьям вдвоем. Можно было все это продумать и сделать очень качественно и красиво. Это был бы плюсик к этой семье. Это был бы плюсик к их пиару. Но нет. Они решили поступить иначе. И еще такой момент. Меган Маркл привезла с собой еду. Представляете, в самолете она везла еду. И вот эту еду она привезла в общественный центр, где занимаются переливанием крови. Все подробности вы видите на экране. Она привезла туда бутерброды, какие-то десерты для тех, кто приходит туда сдавать кровь. И она фотографировалась там с персоналом. И этот самый персонал заявил, что они не узнали Меган Маркл. Они с ней позировали, но ее не узнали. Интересно. Эти люди, где они живут, что не знают, кто такая Меган Маркл? Мне кажется, таких людей на земле нет. Или я ошибаюсь? Так вот, здесь тоже есть противоречия. И опять же, почему ее критикуют? Да как ее не критиковать? Она приехала туда с огромной командой. Устроила из этого шоу. Все было продумано до мелочей. То есть, она не приехала туда кому-нибудь сочувствовать. Она метит президенты. Она хочет еще большей популярности. Она хочет еще больше денег. Но почему, скажете вы? Она привезла своего визажиста. Она привезла всю свою пиар-команду. Представляете? То есть, сколько это все стоит? Кроме этого, на момент появления Меган Маркл там, были приглашены абсолютно все СМИ. И я сейчас не шучу. Это официальная информация. Кроме этого, она привезла туда своего фотографа, который сумел таки так обработать снимки. Посмотрите на них, сколько драмы он наложил. В общем, короче говоря, Меган Маркл опять все испортила. Кто-нибудь удивлен? Я лично нет. Но как на это все смотрит принц Гарри? Мне кажется, это вообще уже за пределами всего разумного. Сама прилетела, сама там устроила шоу, сама это все разыграла. А про него, про Гарри, должны все забыть в этот момент, потому что ей это сейчас не нужно и не выгодно. Вот такие вот дела. Никаких поцелуйчиков в Техасе не было. Была скромняшка в белой рубашке, в джинсах и в кепочке под свет. Вот такая вот вся стесняшка, которая на самом деле все это и организовала. Все это настолько лицемерно, что у меня просто нет слов. Ну почему так должно быть? Только не надо писать, что я вот чересчур близко к сердцу это воспринимаю. Нет, это не так. Просто выбешивают некоторые моменты. Но я абсолютно спокойна. Уж поверьте, что об этом думаете, вы обязательно пишите. Об этом поступки Меган Маркл и о том, что, видите ли, принц Гарри не нашел времени появиться в Техасе. Или для жителей Техаса было бы слишком, скажем так, дорогим и приятным удовольствием увидеть эту пару, лицезреть ее на месте трагедии в этом городе Увальде. Если вы вдруг подумаете, что это только я так о ней говорю и думаю, то в социальных сетях, как только ее не обзывают. Как минимум ее обзывают стервятником, которая приехала туда, чтобы нажиться и напиариться вдоволь. Она говорит, что она мать, но забывает, что она дочь. У нее нет ни капли сочувствия для своего отца. Вот такие вот комментарии есть в сети. И я с ними абсолютно согласна. Кроме того, в социальных сетях пишут, что она дала слишком мало комментариев и слишком мало инфоповодов для того, чтобы кто-нибудь поверил ей. То есть, все, что она сделала, выглядело как пиар-акция. Продуманная Меганша никого не впечатлила. Критика просто невероятных размеров сейчас льется на нее со всех сторон. И даже некоторые звезды выступили против нее. И против ее поступков и такого видения этой трагедии. Все считают, что она не должна была так поступать. И тем более, учитывая ситуацию с ее отцом, выглядело это все крайне неэстетично и неприятно. Давайте я подведу небольшой итог нашего разговора. Меган взяла всю свою пиар-команду, не забыла всех своих визажистов, стилистов, фотографов и так далее. И явилась на место трагедии в Техасе. Она возложила там цветы, покормила в общественном центре волонтеров. И что вы думаете? Забыла при этом принца Гарри, то есть замкнула его под ключ у себя в Монте-Сито. Все это очень сильно критикуют. И это, скорее всего, только начало этой критики. Думаю, что Пирс Морган, Дэн Вутон и остальные не останутся в стороне. Разнесут ее в пух и прах. Но мы-то знаем, что она, Меган, способна и не на такое. Дальше будет хуже. И это все перед приездом в Великобританию. Перед тем, как они появятся на юбилее королевы. Но и в самой Великобритании не все так просто, уважаемые зрители. Повсюду, по всей стране появляются вот такие вот билборды. Вы видите их перед собой на экране. Королева Елизавета II должна стать последней королевой. Вот такие вот надписи. Что они там пишут и что они там делают, вы прекрасно видите перед собой. Они хотят избавиться от монархии. Иногда в комментариях я читаю о том, что я все это выдумываю. Выдумываю? По всей стране сама я развесила против монархии вот такие вот билборды. Навряд ли, согласитесь? Так что антимонархические настроения только увеличиваются. Они смотрят на то, что сейчас можно от всего этого избавиться и действуют. Не сидят сложа руки. Что вы об этом думаете и как на самом деле будут развиваться дела, обязательно пишите. И самое интересное, кто изображен на этих плакатах. Мы видим там принца Уэскама, его сына принца Уильяма и Эндрю. А он-то тут при чем? Он-то не в линии наследования. Я лично не понимаю. И эти плакаты, если кому интересно, появились в девяти городах по всей Великобритании. И Букингемский дворец, как я знаю, не дал никаких комментариев. Несмотря на то, что СМИ пытаются узнать, что они об этом думают. Ну, я думаю, что ответов, конечно, не будет. Ну, а мы переходим к следующей теме. Ну, и немного приятностей в этом выпуске. О том, скандал за скандалом. Принцесса Шарлотта. Что о ней рассказала ее мама на той самой вечеринке? Надеюсь, все смотрели вчерашний выпуск на Аморы Ройл. Так вот, Кейт рассказала о том, что принцесса увлекается цирком после похода всей семьей в цирк Дю Салей. И у принцессы Шарлотты очень даже получается. Она делает стойку на голове, крутится колесом, ну и так далее. И еще она рассказала о том, что Джордж делает большие успехи в музыке. Он научился играть на гитаре. Вот такие вот новости от Кембриджи. Думаю, что у принцессы было бы большое будущее в гимнастике. А у принца Джорджа все получится с гитарой. А что думаете вы, обязательно пишите. Княгиня Шарлен из Монако дала интервью. Что она рассказала? Первое, она говорила о своем здоровье. Здесь мы узнаем, что она все еще больна и чувствует себя не вполне здоровой. Ее состояние очень хрупкое. По ее же словам. Она проходит лечение сейчас в Монако. И минимум это лечение будет длиться полгода. Кроме этого, княгиня рассказала о том, что она очень рада находиться в Монако и уделять больше времени своим детям. Ведь они так долго были разлучены. И еще она рассказала о том, что у нее нет никаких проблем с мужем, с Альбером. Что у них все хорошо. И они прекрасно взаимодействуют. Что это все на клеп и слухи. И что им не стоит верить. Что на самом деле она сосредоточена сейчас не только на семейных отношениях и на своих детях. А сосредоточена на улучшении своего здоровья. Потому что оно крайне хрупкое. Вот такое вот интервью дала княгиня из Монако, княгиня Шарлен. Выглядит она тем не менее прекрасно. Эта прическа ей идет. Я вам говорила. И я хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, вы присоединитесь. Ну а ее словам об отношениях с ее мужем, с Альбером, я конечно не верю. Не бывает дыма без огня. В ее случае слишком много подтверждений и очень сложных и противоречивых моментов. Уважаемые зрители, а вы верите в Шарлен? Верите в то, что она рассказывает в этом интервью? Что все, мол, хорошо, кроме здоровья? Пишите. Буду благодарна. На этом все, уважаемые зрители. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно пишите, что вы думаете о продуманной и хитрющей Меган Маркл. Как вам ее поступок? Мне кажется крайне циничным. Ну и Тема, я думаю, со мной согласен. Он тоже недолюбливает Меган Маркл. Да? Как хозяйка? Нет? Я шучу, конечно же, уважаемые зрители. Надеюсь, это понятно. Кот любит только своих хозяев. И более ничего. Они мне, скажи, любят. Вот, кормят хорошо. Играют со мной. Поэтому я их люблю. Так вот, мы с Темочкой с вами прощаемся, пока он меня не покусал. Если не подписаны, подписывайтесь. Пока-пока. До завтра. Смотрите нас каждый вечер. Пока. Темочка, пока. Давай. Давай, говорит. Пока. Будешь говорить? Не умеешь говорить? Ну ладно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok